Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим об одном из моих самых худших бьюти-кошмаров. Давайте на секундочку представим, что все мои палетки теней исчезли, и мне нужно заново собирать мою коллекцию. Так вот, в этом видео я хочу показать вам первые замены, которые бы я 100% купила для того, чтобы не потерять их из своей коллекции. И, вы знаете, когда я думала над этим видео, я посчитала, сколько стоят вот эти вот мои первые замены, и поняла, что если бы действительно случилась такая ситуация, что мне нужно было вот с нуля собирать заново коллекцию, то я не уверена, что я бы на 100% покупала все то же самое, что у меня есть. Какие-то палетки однозначно. Я настолько их люблю, что я действительно не представляю, как без них будет существовать моя коллекция. Но в то же время я думаю, что мне бы хотелось попробовать и что-то новенькое. И об этом я тоже поговорю в конце, то есть в основном я покажу то, что уже проверено лично мною и достаточно долгое время. И ближе к концу видео я расскажу вам о своих так называемых хотелках, о тех палетках, которые я бы реально купила, если бы действительно все исчезло. Что ж, давайте приступать. Первая палетка, которую я вам сейчас покажу, на данный момент является моей самой любимой. Вот эту палетку, несмотря ни на что, я бы 100% купила заново. Потому что независимо от того, что мне бы хотелось там купить еще, попробовать еще и так далее, вот в этой я настолько уверена, что я 100% купила бы ее, потому что мне хочется, чтобы она у меня была. И эта палетка от Dose of Colors, которая называется Friendcation. На мой взгляд, в этой палетке хорошо абсолютно все. Начиная от упаковки, как видите, она у меня уже, ну, наверное, около года точно и абсолютно в идеальном состоянии она. Но самое главное, это, конечно же, ее содержимое. Потому что я обожаю просто то, как подобранные здесь оттенки. С этой палеткой вы можете создать вот действительно любой макияж. Нравится вам розовый, вот, пожалуйста, вам розовый металлик. Нравится вам матовая просто тушевка. Здесь абсолютно все оттенки для построения классной, такой вот именно сочной, красивой, насыщенной, дорогой, с красивыми переходами тушевки. Здесь все есть. Все матовые оттенки, которые вы можете себе представить. Здесь также есть и матовый бордовый для того, чтобы тушевку сделать не теплой, как с вот этим, например, оттенком, а более холодный и связать, например, вот таким образом вот этот розовый или голубой оттенок. Нравится вам смакияж? Пожалуйста, вот этот черный с блестками безумно красиво и дорого выглядит. С помощью вот этого оттенка вы можете украсить абсолютно любой макияж, потому что это своего рода как прессованные мелкие блесточки. Очень красиво украшает любые тени абсолютно. Если вы хотите что-то более цветное, вот, пожалуйста, вам этот синий оттенок. Этот синий просто невероятной красоты. Я всегда ненавидела просто голубые или там синие тени, но этот настолько красивый, потому что он дуохромит от такого светло-светло-небесно-голубого до очень темного фиолетового. Вот этот зеленый хаки оттенок просто безупречно выглядит на глазах. Особенно красиво это, кстати, смотрится на блондинках и на тех, у кого зеленые глаза. В общем-то, палетка эта действительно просто фантастическая. Все она может сделать абсолютно. От какого-то нейтрального, такого легкого, повседневного макияжа до какого-то делового, абсолютно такого строгого. И до супер праздника, чтобы прям, знаете, на карнавал сходить. Кстати, абсолютно на все палетки у меня есть отдельные либо обзоры, либо макияжи. Поэтому заходите в описании под видео. Там помимо ссылок, где это все можно купить, я также буду оставлять обзоры, либо видео с каким-то макияжем с этой палеткой, чтобы вы посмотрели сейчас не только с Watch, а в принципе посмотрели на все в действии. Но вот эта палетка однозначно, я могу на 100% сказать, наверное, единственная, вот абсолютно незаменимая с моей коллекции. Но так как Dose of Colors не продается на каждом углу и ее нужно заказывать в интернете, я также хочу вам показать палетку, которую гораздо проще купить. И можно заказать ее в своей стране, получить буквально там в течение нескольких дней. И это палетка от Revolution, которая называется Forever Flawless. В этой линейке Forever Flawless есть несколько вариаций этих палеток. У меня это конкретно палетка Decadent. Потрясающая тоже и растяжка теней, и качество здесь отличное. Вот здесь нет ни одного оттенка, который бы мне не понравился. То есть я могу использовать здесь абсолютно все. Единственный минус этой палетки, как я считаю, здесь нет достаточно темного коричневого оттенка. То есть с этой палеткой не получится сделать прям какой-то очень темный макияж. Я имею в виду, что это достаточно темное, как вот, например, вот в этой палетке. Вот здесь я считаю идеальный темный матовый коричневый есть. Здесь же самый темный это вот этот вот. И вот если их рядом посвочить, то видно, насколько вот этот вот светлее и рыжее по сравнению с вот этим. Вот этот вообще очень такой нейтральный, и он действительно классно будет сочетаться и с более бордовой гаммой, как, например, в той палетке есть более бордовая гамма, так и более теплая. То есть он абсолютно нейтральный, очень удачный вот этот вот оттенок. Вот этот просто для такой вот более теплой растушевки. Немножко затемнит, но не так, что прям супер сильно. С этой палеткой, я считаю, можно сделать два типа макияжа. Первый это достаточно яркий такой теплый терракотовый и розовый. Но розовый, кстати, не холодный, а ближе к такому теплому. Здесь есть абсолютно все и матовые, и металлические оттенки для построения полноценных макияжей. Самые любимые оттенки из палетки, ну, помимо матовых, потому что матовые мне здесь все нравятся, они все красивые. Это вот этот вот оттенок Gleam. Это настоящий золотисто-персиковый такой вот цвет. Очень красиво и тоже нарядно выглядит. И вот этот вот оттенок Glimmer мне тоже нравится. Это вроде бы как оттенок шампанского, но, знаете, такого розового шампанского скорее. Интересный оттенок. В общем-то, обе эти палетки я просто обожаю, но если их проанализировать, то это скорее теплые палетки. В них нет холодных оттенков. И если бы я захотела сделать макияж в холодной гамме, ну, у меня нечем было бы абсолютно сделать такой макияж. Поэтому третьей палеткой, которую бы я купила, не потому что она самая используемая мной, но потому что это необходимо иметь в коллекции, по крайней мере мне. Это палетка от Colourpop Fame, исключительно потому что это холодная палетка. Здесь абсолютно все оттенки либо холодные, либо ближе к нейтральным, но откровенно теплых оттенков здесь нет вообще. Самые мои любимые оттенки в палетке здесь, наверное, как раз-таки матовые. Мне очень нравится вот этот оттенок, потому что он вот такой максимально нужный. Это такой асфальтово-серо-лиловый какой-то оттенок, который очень круто работает в таких вот холодных растушевках. И на холодной внешности, кому идет исключительно холодный макияж, вот такие вот оттенки потрясающе выглядят. В общем-то, да, вот эти три палетки, в принципе, уже покроют мои основные нужды, я бы так сказала. Потому что, ну, здесь с этими палетками, в принципе, все у меня схвачено. Здесь нет каких-то сильно цветных теней. Я имею в виду действительно насыщенно ярких, там, голубых, зеленых, розовых и так далее. Но давайте будем откровенны, мне такие оттенки и в принципе не нужны. Я никогда их не использую. И если для YouTube я еще стараюсь периодически какие-то эксперименты проводить и что-то пробовать новое, чтобы не было слишком скучно, то для повседневной жизни вот такие вот скучные оттенки это все, что мне нужно. Но на этом мы с вами не будем заканчивать. Я хотела сделать топ-5 палеток, которые бы я заменила в первую очередь. Вы все наверняка знаете, как я люблю тени Colourpop. Я считаю, это, наверное, одни из лучших теней на рынке в такой вот бюджетной стоимости. И у них полно и разных палеток, и также у них можно купить индивидуальные тени. И вот индивидуальные рефилы, вот у меня их достаточно много, это, наверное, то, что меня больше всего в этом бренде привлекает. Потому что с палетками все-таки часто бывает, что они либо меня вообще не интересуют, потому что там гамма абсолютно не моя, либо я смотрю, что какие-то оттенки мне нравятся, какие-то не нравятся. И, в общем-то, наверное, у них нет какой-то одной максимально универсальной палетки, которую бы я могла взять и сказать, что да, вот только вот эта палетка самая лучшая, ее одну бы купила, и все, больше мне ничего не нужно. Поэтому я бы 100% собрала бы какую-то палетку рефилов. Конечно, я бы не покупала заново абсолютно все оттенки, которые я вам только что показала. Как видите, здесь есть несколько дырочек, я уже отсюда достала все тени, которые самые ходовые у меня, и которые я вам на 100% могу порекомендовать. Они у меня все поместились вот в такую вот маленькую палетку Colourpop, всего-навсего на 10 оттенков. Вот этот ряд полностью матовый, а вот это вот металлики. И я вам обязательно покажу в свочах, как все эти оттенки называются. Я проверила, они до сих пор все продаются, потому что есть тоже у меня несколько рефилов, которые, к сожалению, уже сняты с производства, но вот эти все еще можно купить. Что касается матовых оттенков, я не могу сказать, что они прям какие-то уникальные, но это те оттенки, которые я чаще всего использую. Они самые какие-то нейтральные, не очень теплые, не очень холодные. То есть это такая хорошая база для любого макияжа, в принципе. Что же касается металликов, то здесь я выбрала, наверное, такие более уникальные оттенки, которые у меня нигде не повторяются в предыдущих палетках. Первый из них это, наверное, один из самых металлических светло-розовых оттенков. Вот этот оттенок, когда наносишь особенно влажным способом на веко, веко сразу как будто начинает гореть просто этим оттенком. То есть такой вот яркий-яркий светлый металлик получается. Следующий оттенок это мой, наверное, один из самых любимых персиковых. Это такой именно настоящий персиковый оттенок. Следующий оттенок уникальный, это дуохром. Вообще непонятно, какого он цвета. Смотришь, под одним углом это вроде бы как зеленый, под другим углом вроде бы как желтый или золотистый. Вот вообще непонятно, какой это точный оттенок. И за это я его люблю. Опять-таки в теплых макияжах очень красиво выглядит. И однозначно вот этот зеленовато-золотистый, который называется Play by Play, я бы приобрела в первую очередь. Вместе, кстати, с оттенком Glass Bull. Это тоже дуохром, и я вообще не знаю, как его описать. В нем улавливается лиловая база. И в этой базе играет как будто и что-то и голубое, и бирюзовое. И последняя палетка, которую я вам сейчас покажу, это палетка далеко не первой необходимости. То есть я бы не покупала ее прям сразу, потому что я не могу без нее жить. Но мне бы все-таки хотелось бы ее иметь, потому что она, на мой взгляд, уникальная. И она скорее такая весенняя, может быть, немножко летняя. И это тоже палетка от Colourpop, которая называется Sweet Talk. Это, наверное, моя любимая на данный момент палетка из всех, которые выпускает Colourpop. Потому что она уникальная, в первую очередь, по своим текстурам. Здесь мало того, что есть прессованный глиттер, а прессованного глиттера нет ни в одной из палеток, которые я вам показывала до этого. То есть если бы я хотела создать такой настоящий нарядный макияж, то мне бы понадобился какой-то глиттер. И очень удобно, когда такой прессованный глиттер есть в палетке. И также здесь есть формула Super Shock. Вот этот оттенок мне очень напоминает оттенок аналогичный, который у Dose of Colors вот здесь вот. Это тоже своего рода как прессованный глиттер. Это вообще формула Super Shock. Super Shock это то, что Colourpop выпускает в таких белых шайбочках. Но это тоже такой оттенок, который, вот не сказать, что он имеет какую-то базу. Его свочишь, и он так же, как и Dose of Colors, он просто выглядит как блесточки. Вот я сейчас посвочу их рядом для того, чтобы вам их показать. Они отличаются по оттенку, потому что Dose, вот он сверху, он более золотистый, а в палетке Colourpop он более такой вот как персиковый. Но в то же время эти два оттенка, это, знаете, как будто родные сестры. И еще в этой палетке я просто обожаю вот этот металлик, который называется Garden Date. Каждый раз, когда я делаю макияж с вот этим вот металликом, я устаю просто отвечать на комментарии с вопросами, что у тебя на глазах. Это такой ярко-кораллово-розовый, что ли. Потрясающе выглядит вот в такой вот гамме, когда обыгрываешь это тоже чем-то таким розовато-коралловым, персиковым, розовым, бордовыми оттенками. Вот в чем-то таком он особенно красиво сияет и выглядит просто фантастически. А теперь небольшая оговорочка. Я упомянула вам рефилы от Colourpop. И каждый из этих рефилов сейчас на сайте стоит 4 доллара. То есть даже если купить 10 вот этих, которые я показала, получается, что общая стоимость будет в районе 40 долларов. Это дорого для этих теней. Я не советую за такие деньги покупать их. Я советую подождать акцию. У них очень часто на сайте есть акции, когда можно собрать палетки из 15, по-моему, оттенков за 40 долларов. Сейчас я посмотрела, конкретно такой акции нет, но они 100% будут ее повторять. Сейчас я посмотрела, у них на сайте есть вот эта палетка по акции. Называется эта палетка Sandstorm. Это магнитная палетка с рефилами. И здесь те оттенки, которые вот прям вот меня зовут. И которые я уверена, что мне бы понравились. Здесь есть и матовые, но больше, я смотрю, меня цепляют здесь металлики. И в то же время есть оттенки, которые вот 100% как спрессованный глиттер работают. Так, какие вариации еще возможны? Мы с вами уже определили, что, в принципе, вот эти вот три палетки я бы хотела 100% иметь в коллекции, потому что это такая моя база. Что бы я еще хотела бы взять, потому что я считаю, что это тоже, наверное, был бы неплохой для меня выбор. Это палетка Anastasia Beverly Hills Soft Glam. У меня этой палетки нет. Я ее никогда не покупала, потому что я понимала, что мне не нужна такая палетка, потому что у меня по факту все оттенки эти есть, просто как бы раскиданы в разных палетках. Но если говорить о том, что у меня все тени пропали и нет у меня этих оттенков, я бы 100% взяла бы себе Soft Glam, потому что в этой палетке вот все, что мне нужно для такого вот обычного повседневного макияжа или чуть более нарядного макияжа, гамма там на 100% моя, это преимущественно теплые оттенки. Качество Anastasia Beverly Hills потрясающее. У меня есть палетки Anastasia Beverly Hills, просто конкретно Soft Glam нет. А теперь последний вариант, которым я с вами хочу поделиться. На самом деле меня терзают сомнения, сделала бы я так или нет, но вполне возможно, что сделала бы. Единственная палетка из всех, которую бы я заменила сразу же, это опять-таки Dose of Colors, потому что, как я и сказала, здесь уникальные тени, абсолютно безупречное качество, все, мы это уже с вами поняли, эту палетку мы с вами не трогаем. Но если сложить стоимость вот этих вот палеток, то она достаточно высокая. И, возможно, я бы захотела купить какую-то одну палетку вместо вот этих всех, и я бы взяла одну единственную палетку от Наташа Динона, которая называется Biba. Эта палетка жутко дорогая, она стоит 129 долларов. И, конечно, вот когда у меня есть столько много теней, я не могу оправдать такую стоимость, чтобы получить, ну, по сути, повторы каких-то теней, которые опять-таки разбросаны у меня просто по разным палеткам. И я уверена, что если бы я захотела сделать какой-то макияж, который кто-то сделал с этой палеткой Biba, я бы могла его повторить просто какими-то другими оттенками. Почему конкретно Biba? У Наташи Динона очень много палеток, но именно Biba она создала как нейтральную. Она даже называется Biba All Neutral Eyeshadow Palette, то есть полностью нейтральная палетка теней. Очень много нейтральных оттенков. Здесь есть и теплые, здесь есть исключительно холодные оттенки, но что касается темных оттенков палетки, то здесь есть абсолютно нейтральные, которые не будут создавать конфликты, независимо от того, каким путем вы пойдете. Также здесь есть несколько металлических оттенков, которые также, наверное, одни из самых ходовых. И вот чего, кстати, не хватает в этой палетке, так это каких-то ходовых металликов, потому что я имею в виду металликов, которые можно было бы использовать в таком повседневном макияже. Здесь все они какие-то яркие и кричащие, здесь нет какого-то, знаете, нежного оттенка шампанского, или бронзового, или золотистого. Вот как раз эту пустоту заполнила бы палетка Биба. Ну что ж, на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно напишите в комментариях топ-3 ваших палеток. Вот какие бы вы 100% заменили, если бы вдруг случилась такая беда, и вы их потеряли. Мне кажется, что ваши комментарии таким образом очень круто дополняют это видео, и другим зрителям будет интересно тоже посмотреть на ваши рекомендации. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему палец вверх. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также можете посмотреть другие мои видео, если вы их не смотрели. А если вы вдруг их смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.